Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, раздел огородная кулинария. Продолжаю готовить блюда из овощей, именно салаты. Салаты легкие, вкусные, с простых, доступных продуктов. Сегодня я снова буду готовить салат из пекинской капусты, только теперь уже не с рыбой, не с фасолью, а с ветчиной. Подробный рецепт будет написан внизу, сейчас я расскажу, из чего буду готовить я. Мне эти салаты нравятся тем, что все можно взаимозаменить, можно что-то добавить, что-то убавить. На сегодняшний день у меня будет пекинская капуста, у меня тут 250 грамм, потом 2 яйца будут, пока варятся, потом будет ветчина, для придания легкости, именно чтобы салат был не тяжелой, ветчина, именно из мяса птиц, у меня вот из бедра индейки, можно взять из курицы. Но если вы не боитесь поправиться, можно просто взять ветчину, обыкновенную, простую, мясную. Потом опять будет здесь горошек у меня, будет здесь кукуруза, для заправки будет опять не майонез, а сметана. Сметана примерно, вот половина такой магазинной упаковки, баночки я взяла, там 350 грамм, я взяла половину, где-то 170-200 грамм. Потом будут зелень, петрушка, укроп, магазинная упаковка, грамм 50, добавлю зеленый лук себе, грамм 30. Все это сейчас изрежу, соединю, ну а соль и приправы там, в конце скажу, что добавляю я, вы можете добавить по своему вкусу. Вот эти универсальные рецепты, которые можно что-то добавить, можно что-то убрать. Нет горошка, можете не добавлять, нет кукурузы, можно и без кукурузы. Главное, чтобы были два основных ингредиента, это капуста и ветчина. А, у меня еще будет огурец сегодня. Вот все мои подготовленные продукты. Сегодня получилось, если называть точный вес, то 150 грамм пекинки, потом 1 перец я еще добавила, остался со вчерашнего дня, половина желтого, половина красного. Вот я эту перчинку тоже сюда хочу использовать, чтобы она зря не пропадала. Потом, что еще, 3 яйца порезала, полбанки кукурузы сладкой, потом огурец 200 грамм, лук, петрушка, укроп, все вместе зелень, грамм 60. Теперь начинается сейчас самое интересное. Буду скидывать все вот в эту большую миску. И хочу особо сказать про приправы. Вот тут начинается то, что вы можете добавлять, можете не добавлять. Я сегодня для придания своему салату такого немного экзотического вкуса, кроме сметаны добавила перец душистый, немного, меньше половины чайной ложки, столько же кориандра, меньше половины чайной ложки, соевый соус, большую столовую ложку, и самое главное, добавила еще вот это вот, я хотела, чтобы все отдельно было, но перемешалось, приправа для корейских салатов. Именно она, эта приправа даст остроты блюду и необычного такого, будет вкуснее необычной, непривычной. И еще добавлю чеснока в конце. Все, сейчас начинается загрузка. Как вы видите, большинство состава это овощи. Огурец, капуста, зеленый горошек, различная зелень. Поэтому салат будет легкий, вкусный, полезный. Сейчас все перемешаю и покажу вам. Но уже понятно, что это один из вариантов ленивого салата, когда ничего не нужно делать, кроме того, как все порезать, нашинковать и соединить. Делается буквально за 10 минут. 10 минут и салат готов. У меня сейчас середина декабря, мороз на улице, буран, ветер дует. А мы сегодня будем есть вот такой легкий, сочный, вкусный салат из свежих овощей. Я его готовлю для использования на каждый день. Но вы видите, какое получается красивое блюдо. И оно может украсить даже праздничный стол. Посмотрите, какая большая порция получилась с одного огурца, с кусочка капусты. Там пол батончика ветчины и всякие горошек, кукуруза. Все набралось. Хватит на целую-целую компанию. И несмотря на свою простоту и легкость в приготовлении, салат очень вкусный. Кто не делал такой салат, попробуйте, не пожалеете. Правда, вкусно. Все сочетается очень хорошо. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это такие вкусные, полезные блюда. Овощные. В данном случае салат из пекинской капусты с ветчиной из мяса птиц. Все. Точные ингредиенты. Сегодня, с чего я делала, смотрите под видео.